А сейчас об этих и других событиях более подробно. В Магнитогорске продолжают реализовывать программы по расселению из ветхоаварийных домов и обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом говорили на аппаратном совещании в администрации города. Впрочем, были в повестке и другие вопросы. Подробнее далее. По итогам 2022 года в городе отмечают снижение подростковой преступности почти на 6,5%. Меньше стало и количество самовольных уходов детей из дома и госучреждений. Такую положительную динамику удалось достичь во многом благодаря реализации различных проектов, а также межведомственной профилактической работе, которую координирует комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления. Итоги ее деятельности за 12 месяцев на аппаратном совещании подвела Татьяна Ульянова. Координация работы по выявлению семей и детей, находящихся в социальном опасном положении, одно из основных направлений городской комиссии по делам несовершеннолетних. На 1 января 2023 года на контроле органов и учреждений системы профилактики состоит 112 семей, в которых воспитывается 221 несовершеннолетних. В целях раннего выявления семейного неблагополучия специалисты органов и учреждений системы профилактики в 2022 году провели 210 рейдов, в ходе которых проверили 1610 семей. По результатам рейдов при наличии оснований нуждающимся оказана различная адресная помощь. Говорили на совещании и обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жильем. В прошлом году город приобрел 75 однокомнатных квартир. Все они расположены в новых многоквартирных домах, благоустроены и имеют полную чистовую отделку. В этом году работа будет продолжена. Еще 169 квартир в 2022 город приобрел для семей, проживающих в ветхоаварийных домах. Это позволит провести мероприятие по переселению 476 граждан из 21 многоквартирного дома. Для завершения мероприятий по национальному проекту в 2023 году Магнитогорскому городскому округу выделено еще 99 миллионов 365 тысяч рублей. Заключено 16 муниципальных контрактов, что позволит приобрести 125 жилых помещений и расселить граждан из 18 многоквартирных домов в количестве 403 человека. Глава города отметил, что в целом ситуация в Магнитогорске по переселению улучшилась. Ветхоаварийных домов в городе становится меньше. Только в прошлом году порядка 500 человек, порядка 170 семей получили квартиры. Согласитесь, это значимая величина. Такими темпами, в общем-то, мы идем по области, надо сказать, что под неусыпленным контролем губернатора, он делает все, чтобы мы шли опережающими темпами к плану. Всего же в рамках национального проекта в Магнитогорске планируют расселить 879 человек из 38 аварийных домов. За оказанную поддержку граждане города благодарят губернатора Челябинской области Алексея Леодиновича Текслера, правительство Российской Федерации и выражают особую благодарность главе города Сергею Николаевичу Бедникову. Ольга Аникина, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН.